Девушки отдыхают Поэтому я выбрал неоднозначный проект для сегодняшнего видоса По-хорошему это трэшак, потому что дизов понахуярили по самые помидорки Но у этой игры, несмотря на все это, есть сюжет, есть озвучка, пусть английская Есть и диалоги, которые можно попереводить То есть это примерно такой комфортный среднячок Не слишком пиздец, но и ненормальная игра Типа того же Unforgiving, как вы помните, про скандинавскую мифологию и загадки Короче, какой бы инди-хуинди это не было, оно весит 16 гигабайт И сейчас мы посмотрим, что же разработчики вложили в название Плача, плакать недостаточно Ну они походу выяснили, что я постоянно ною в своих видосах И решили меня вот так вот подъебнуть Сто пудов это они меня, сука, вирусом заразили каким-то Я сейчас сдохну Хуй вам! Хуй вам видосы никуда не денутся с ютуба Ну а если что-то со мной произойдет, то знайте Все новости я публикую в группе в ВК Ссылка в описании Там можно колокольчик нажать Вообще посты не будете пропускать Не видосы, не стримы Всегда будем вместе До самой смерти Боль Я говорю не о боли, которую можно заглушить боли утоляющими Не о боли и сказок, которые можно утолить, ну типа Любовью там и добротой Я говорю о боли в заднице Которая не отпустит А если она уйдет, тебе будет страшно Потому что ты боишься, что если боль уйдет Да ты Ну Типа нарочно ее заглушил И воспоминания, которые она вызывала Я не понимаю Что это за Макс Пейн 4? Да даже Макс Пейн так не страдал У него жену и дочь вообще убили, насколько я помню Я давно играл Ты боишься смерти и с облегчением Боишься возможности вернуться назад В форме, которая забыла единственную причину существования Что? Отомщение Говорю, это Макс Пейн, он сейчас мстить будет Блядь, сейчас охрипнуть Надо тише говорить Ладно, вот это всхлипывание было точно лишним Отлично, да? Началось древнее утро Я камеру поворачиваю, музыка начинает играть Все, голова поплыла Хотя, тут и правда стоит игральный автомат Прям в доме, в чубы и нет Я думаю, это у меня галлюцинации Но окей Че у него айфон звонит, как домашний старый телефон Всем известно, что на айфоне вот эта мелодия Ту-ту-ту-ту-ту-ру-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту Выебнулся, звоночек себе поменял, да? Добрый вечер, Яша Не хотел вас отвлекать так поздно Но нам нужно встречаться в госпитале Все в порядке? Что-то случилось с Клари? Нужно поговорить об этом с глазу на глаз Но боюсь, у меня херовые новости О, доктор, это уже залет Я иду мстить, сука О, ты можешь даже в автомат поиграть Ну-ка Бля, идиоты, что же за звук? Плюс уши, все, спасибо, наигрался Ну, кстати, в принципе Выглядит-то неплохо Если бы эта игра еще была с открытым миром И не было бы постоянных подгрузок С каменным еблищем главгероя То я бы уверен, у этой игры были бы даже положительные отзывы Хотя, я не понимаю, мне кажется или нет Но, по-моему, главгерой меньше вот этого неигрового персонажа То есть, я-то думал, что мы играем за 30-летнего взрослого мужика У которого жена Это, походу, школьник-переросток просто Подумаешь, борода в 15 лет Ну, сейчас дети такие, ранние, типа Все меняется И времена меняются И люди меняются О, видите, мамка его приехала из школы забирать Ну, я же говорил И что же будет? И что же будет? И опять подгрузка Ну, что тут сказать Подождем еще И вот он едет, и едет И едет, долго едет Тут на катсцены не скупятся Вау, только посмотрите на эту детализацию машин Это, это кино? Это реальная жизнь? Или это хоррор за 450 рублей? Простите, но я совсем не вижу отличий Так, я хочу проверить, насколько далеко мы можем зайти Ну, не так, конечно, далеко, как хотелось бы Ну, хоть что-то, я не знаю Хоть 20 метров дали пройти И могли сразу в госпиталь пихнуть Ну, вот эти вот фокусы С таинственным прохождением Сквозь лавку Мне, конечно, не очень нравится А вот что мне определенно нравится Так это чувство ритма у местных кустов Посмотрите просто, как они Синхронно тибагинг делают Просто все вместе приседают Как единый организм Очень уважаю зожные кусты Давайте, раз, два Раз, два Приседаем, приседаем Раз Вы тоже вставайте, приседайте Хуль, там видос смотрите Булки жрете Ну-ка, раз Два Все встали Раз, два Приседаем Охуеть, а меня потом спрашивают Че ты хорроров не боишься? Посмотрите, насколько пиздатые тут кусты Так, ладно, заканчиваем смеяться Тут у глав героя, между прочим Жена умирает А вы веселитесь Не стыдно? Там, у нас двери открыться не успели Он уже сквозь них проходит Понимаете, он себя призраком ощущает Он уже не жилец Он уже не живой Он потерял все Ради чего стоило бы жить И в таких случаях Говорится, знаете что? Это ГГ! Ну тут вместо цифр, бля Это написано Это не я прифотошопил Оп-оп, а кто в поликлинике без бахил хуярит? А, главгерой, сучки Тюк-тюк-тюк Но к доктору все равно по записи Потому что бабки даже поздно ночью Когда поликлиника закрыта Бдят И смотрят, кто там, бля, лезет Без очереди-то Хули вы молчите-то? Я только заткнулся, они молчат Привет, доктор Присаживайтесь Да я уже поприседал сегодня Несколько часов назад Миссестра вошла в палату И... Вашей жены там не было Да я вообще пятнадцатую ебу дал Залиебал Во всем госпитале посмотрели Ее нигде нету Позже пациент нам сообщил Что она ушла с двумя таинственными мужчинами Ревность, блядь Не верю я этому пидарку Ты еще кто? Не важно, кто я, мистер Хитлер Короче, важно то, что похитили вашу жену И полиция тут не поможет Похитили? Вы что-нибудь с этим делать собираетесь? Ай Ай Ай, хуй, най Говори, что тут происходит, быстро Иди со мной, мистер Хитлер Мама говорила мне не уходить со взрослыми тетями И где моя жена? Бать ты даун, перестань рать Никто не знает, где твоя блядская жена Я здесь, чтобы помочь тебе В противном случае, зачем бы я пришла сюда? Думаешь, это смешно? Отвечай Бля-бля-бля Бля-бля-бля Ты такой уебок Если б в мире была шкала уебков, ты б там наверху стоял Я понимаю, что у тебя очень много вопросов Мы можем стоять здесь и обсуждать их дальше? Или пойдем искать твою жену Если ты, конечно, перестанешь въезжать, ебаная эта пиздарванка Пап, меня разнесли Мурликающий вертолет Мурликающий вертолет Как я до этого сам не допер Вы должны были раньше мне это сказать Понимаю, мистер Хилтеллер Но, как вы видите, отношения у меня с дочерью были не самые лучшие Вообще похуй Тварь бездушная Сегодня эта сделка разрывается Время заплатить Кто-то сказал, взрывается без Б? На нахуй Окей, кадр красивый, конечно Тут пух летает, вертолёт застрял на дереве, но у них не было шансов выжить Не было А, нет, они выжили, ни о чём бы и нет Что случилось? Ебать, ты выжил, тварь Кто-то заминировал наш вертолёт Диффузов нет Я ж покупал Страшный вырубай Я так полагаю, хоррор начинается, да? А то всё, что мы делали, это кинцо смотрели Я не против Пистолет уже лучше, определённо не против Мне надо уходить В смысле уходить, кот и, блядь, пошла Ей не стрёмно по этому острову Тем больше она оружие Отдала только что главгерою Видимо, нет Меня от одного какие-то вопросы мучают Плакать недостаточно Да это первый хоррор, в котором я больше веселился, чем плакал на самом деле Я прям не могу Мне интересно стало, чё тут происходит Тут кинцо показывают через каждые два шага, тупо Какие-то кат-сцены, какая-то история Чё-то вообще происходит Разработчик чертяка заинтересовал А прикиньте, вот не стал бы обзор делать Послушал бы этих комментаторов хуевых Которые игре дизлайки понаоставили Она же охуенно Я бы ей предложил отзывов накрутить Но скажете, проплатили, блядь Генерал, у нас проблемы Мемии Ну так почините их, пидорасы Бля, опять загрузка Может просто кто в эту игру Ну типа купил, играть начал Они посмотрели, что через каждые 10 минут Эти, бля, сцены И выключили нахуй А надо было просто подождать Смотрите какой сюжет Вы думаете мы в раю? Оп, наебал, это просто фонарик Внимательнее будьте в следующий раз Просто цените, что я нашел посреди леса Колонка, ебать Она тупо из того отеля вначале Телепортировалась сюда Я не знаю, кто ее поставил Но видимо лесные обитатели тут вообще не скучают Кстати, по поводу колонок Без шуток Я недавно в метро на кольцевой Видел двух отмороженных ебланов Которые катили огромную колонку на тележке И один из них держал табличку Танцую за 200 рублей Я более чем уверен, что эту хуйню видел не один я И кто на метро много ездит, тоже мог их заметить Все б ничего Цука им с виду было лет по 30 И из колонки орало Ебаное розовое вино Потом удивляются, почему в метро теракты Вот Во, во, во Примерно так они и выглядели Ну, в принципе, монстр пижин и сафаринг Это уже неплохо Потому что, ну, тут одно кинцо Хоть пострелять дали Правда, больше не дадут Потому что, как видите, 0-0 по патронам Справедливо Так, тут в принципе некуда больше идти Кроме вот этой Я не знаю, что это Тут нельзя фотографировать Какая-то заброшенная Пром-зона, что ли И на цистерне нарисована Это то, что я вижу Я уже не знаю, он наклеил эту херню Или на сете эти панды были нарисованы Но Тихо, тихо, тихо Вижу хрюкающего монстра Но у меня по-прежнему 0 патронов Поэтому с вами MaxPayne4 Добро пожаловать в MaxPayne4 Дополнение Crying из Not Enough И сегодня мы будем Выживать Ну, в принципе, есть рукопашка Хорошо, но вы Вы реально думаете, что оно сработает против него? Ему три выстрела в голову надо Я сейчас не проглав героя Хотя бы ему тоже не помешало Оп, канистру спизданул Ой Ой Ой-ой-ой Вы чё, серьёзно? Нет, я уже полюбил катсцены в этой игре Обсидел их просто всю жизнь смотрел Но как это происходит? Многотонный тягач просто начало кренить вниз И он упал из-за того, что главгерой взял Канистру Причём, возможно, пустую Ну, это просто Be brave, stay wild С MaxPayne4 Ещё патроны найти, чтобы того монстра выкурить Считайте, игра пройдена, я уверен Просто вот три из трёх тютелька в тютельку Шо за жадность? Я понимаю, есть игры с дефицитом там боезапасов Тут же даже сложности нет А если я промахнусь, не дай бог, один раз Он чё со мной сделает-то, вы представляете? Пиздец, он фыркает Слава богу, я ж на секунду подумал, что если ему голову не размозжить Как с прошлым монстром под конец Он развернётся и попрёт сюда Блин, ой, бог уберёг Как Грица Так Что, собственно, у нас тут есть? Кроме перевёрнутой вагонетки с углём Я не понимаю, это же монстр что-то должен был охранять, правильно? А Ну, судя по всему, он всё-таки не зря тут стоял Он сторожил тайный проход в Нарнию сквозь эти камни Я так полагаю, далее должен идти какой-то фаван, блядь Или, я не знаю, шахтёр, который будет меня везти в эту сказочную страну Но что-то мне подсказывает, что я просто сострял Не, серьёзно, я не могу отсюда выйти Он не слушается А вот это действительно крепота У-у-у, чё, страшно? Да, страшно? То-то же это хоррор Вот что бывает, если камера в голову главгероя провалится Наверное, лучше так не делать, но я застрял в этих камнях Я не виноват Я думаю, тут монстр стоит, значит, он что-то охраняет Я залезаю в камни, оказывается... Хуй, это ловушка Ну, все, короче, я полагаю Наигрались теперь уже точно Сейф у меня вроде последний был На моменте с разбитым вертолетом Ну, вы помните, когда это было Даже я не помню, но очевидно, что давно Мне реально интересно, в чем тут тайна сюжета Но похоже, что некоторые загадки Все же нам не под силу разгадать И это придется принять Большое спасибо за просмотр Я пошел добаливать, выздоравливать Обратите внимание на ссылочки в описании Скоро увидимся и, как обычно Счастья вам! Счастья вам! Счастья вам!